здравствуйте дорогие ребята меня зовут бачаева надежда викторовна я учитель математики школа номер 10 города якутска и сегодня я хочу показать вам занятия как решать некоторые виды показательных уравнений приступим давайте разберем сначала самые простые показательные уравнения посмотрите пожалуйста пункт а 4 в степени x плюс 1 равно 8 в чем идея решения этого уравнения обязательно нужно левую и правую части привести к одному основанию давайте подумаем 4 и 8 что можно сделать 2 4 это 2 в квадрате не забываем ставить скобки 8 это 2 в третьей степени что делать дальше дальше надо раскрыть скобки вспоминаем формулы а в степени m в степени n что мы делаем при возведении степени в степень показатели перемножаем обязательно надо повторить формулы степени чтобы решать показательные уравнение и так раскрываем скобки умножаем 2 на x плюс 1 обращаю ваше внимание что мы 2 умножаем не только на x она все x плюс 1 то есть и на 1 тоже и так получается 2 в степени 2x плюс 2 равняется 2 в третьей степени что мы видим слева 2 в степени справа 2 в степени между ними равно степени равны основание равны значит вывод показатели тоже равны 2x плюс 2 равняется 2 и получаем простейшие линейное уравнение переносим 2x минусом упрощаем и делим не забывайте писать ответ здесь можно написать ответ в виде десятичной дроби 0,5 так давайте теперь перейдем к уравнению b посмотрите это другой случай слева у вас произведение итак повторяем формулу а в степени m умножить на а в степени n другая формула заметьте при умножении степеней с одинаковым основанием показатели складываем обязательно повторите формулы перед тем как решать показательное уравнение то же самое делаем и в нашем случае складываем два показателя правую сторону переписываем будьте внимательны 2x минус x это x минус 4 плюс 3 минус 1 единицу можно заменять 3 в нулевой степени можно не заменять ну давайте заменим единица это 3 нулевой степени опять основания равны показатели равны не забудьте перенести единицу и получаем ответ 1 переходим к уравнению в посмотрите чем отличается уравнение в от уравнение а врагу бы извините в умножение в деление здесь другая формула а в степени m разделить на а в степени n равняется а в степени m минус n применяем нашу формулу что получится в левой части 6 степени 3x минус 4 будьте внимательны вы отнимаете не только 2x а отнимаете все выражение 2x минус 3 поэтому знаки меняются будет минус 2x но плюс 3 будьте внимательны вот с этим знаком равно 1 упрощаем 3x минус 2x x минус 4 плюс 3 минус 1 но сейчас мы единицу заменять не будем давайте подумаем 6 какой степени это единица в нулевой значит показатель вот этот равен нулю пишем x минус 1 равен нулю и получаем такой же ответ итак продолжаем решаем уравнение г посмотрите внимательно слева в основании 1 3 справа 1 9 какому основанию можно привести лучше всего конечно к основанию 1 3 хотя можно привести к основанию 3 но что сегодня левую сторону мы не трогаем а правую сторону заменим как 1 3 в скобках не забывайте квадрат все основание равны значит показатели у нас равны переносим 2 плюс 8 будет 10 ответ переходим к следующему уравнению посмотрите слева 1 6 справа 6 можно тоже привести к основанию 1 6 но я сейчас делаю основание 6 каким образом посмотрите 6 будет степени минус икс плюс 3 а справа 6 квадрате почему у меня так получилось формулу вспоминаем дробь возводим степень минус n равняется b деленное на а дробь переворачивает и заметьте и показатель меняет знак с минуса на плюс или с плюс и на минус очень важная формула ее тоже обязательно надо повторить я ее применила посмотрите одну шестую я перевернула это 6 первых мы пишем просто 6 и показатели меняют знак с плюса на минус и с минуса на плюс основания равны 6 слева 6 права показатели равны переносим тройку с минусом посмотрите что получилось это не ответ не ответ перед иксом минус а нам нужно найти x без минуса делим на минус 1 и получается 1 ответ посмотрите пожалуйста уравнение е часто встречается у нас корень вспоминаем что делать если есть квадратный корень квадратный корень можно следующим образом заменить степенью вот такая и замечательная формула повторите пожалуйста все эту форму и и сегодня применим 2 в степени x умножить 2 степени 1 2 равняется справа мы тоже будем получать 2 ну например постепенно сначала напишу что это 1 2 в четвертой степени затем слева произведение степени с одинаковым основанием показатели складываем справа я буду получать из 1 2 2 помним как это 2 уже будет но и минус четвертой степени опять основания равны показатели равны получаем вот такое несложное уравнение переносим 1 2 направо с минусом и записываем ответ будьте аккуратны с вычислительными не сделайте вычислительные ошибки минус 4 целых пять десятых решаем далее посмотрите на следующее уравнение что мы можем сделать давайте 4 заменим как 2 упа что такое зараза то я уже устала еще раз господи продолжаем посмотрите пожалуйста как решать это уравнение четверку мы заменим как 2 квадрате остальное переписываем в этом уравнении мы делаем замену 2 в степени x заменяем новой буквой т получается квадратное уравнение дискриминант 25 минус 4 на 4 16 равняется 9 первый корень 5 минус 3 деленное на 2 2 вторых это единица второй корень 5 плюс 3 деленное на 2 8 делим на 2 это 4 получили два корня внимательно будьте это не ответ это промежуточные значения вспомогательная буква не забудьте вернуться обратно сделать обратную замену что мы получаем получаем 2 уравнение 2 в степени x равняется заметьте вместо т мы пишем 1 это первое уравнение и второе уравнение 2 в степени x равняется 4 мы уже знаем как решать посмотрите пожалуйста здесь у нас получается 0 2 в нулевой степени единицы и мы все знаем что 2 в квадрате это 4 x равняется 2 таким образом мы получили два корня в ответ мы пишем 0 и 2 решим следующее уравнение посмотрите пожалуйста показатели стоит плюс надо применить следующую формулу если показатели стоит минус то будет частная и так 6 степени x плюс 1 мы заменим как 6 степени x умножить на 6 в первой степени первую степень мы не пишем плюс 35 умножить 6 в степени x деленное на 6 равняется 71 мы видим что у нас появился знаменатель 6 умножаем все уравнение на 6 мы можем вообще уравнение умножать на любое число будьте внимательны когда мы первое слагаемое умножаем на 6 мы умножаем только коэффициент 6 на 6 а функцию мы не трогаем переписываем плюс 2 слагаемое умножаем на 6 шестерки сокращаются для чего мы и умножали все уравнение на 6 и не забудьте правую сторону мы тоже умножаем на 6 что мы видим мы видим подобные слагаемые можем общий множитель 6 степени x вынести за скобки что в скобках останется 36 плюс 35 равняется 71 умножить на 6 и так скобку упрощаем и видим что мы можем поделить обе части на 71 получаем простое уравнение из которого мы видим что x равняется 1 это же уравнение можно решить другим способом вынося общий множитель наименьший общий множитель за скобку здесь наименьший общий множитель будет 6 степени x минус 1 что остается от первого остается 6 в квадрате от второго остается 35 этот способ более быстрый но первым мне кажется более простой и так упрощаем и получаем следующее уравнение делим на 71 и мы видим что показатель у нас равен нулю и в конце концов каким бы способом мы не решали у нас получается один и тот же корень еще раз это мне кажется более простой способ это более быстрый и так мы сегодня рассмотрели с вами показательное уравнение спасибо большое что вы меня прослушали удачи вам успехов крепкого здоровья